Слава Господу! Сегодня прекрасный день, особенно для отцов, потому что я лично уже в три часа слышал поздравления. Мои дети печатали там с Вашингтона, очень такие хорошие слова. И приятно слышать было, даже на заправку, знаете, ехал в церковь. Люди знают, что у меня много детей поздравляли, и даже там три цента подарили, знаете, так не хватило. А то она, первый подарок мне. То было приятно просто, что сегодня такой день, все тебя поздравляют, не всегда так бывает. Но я хочу вспомнить нас всех, что у нас тоже есть отец. У нас у всех есть отец. Почему мы здесь? Потому что мы дети. И мы должны делать подарки своему отцу. И я думаю, самый лучший подарок для нашего отца, тогда, когда мы его слушаемся, когда исполняем его волю. И ему очень приятно сегодня, что мы пришли сюда, на это место, что мы сегодня будем разбирать его слово, слушать свидетельства о его делах. И ему будет приятно слышать, что мы сегодня говорим о нем, что мы думаем о нем. А главное, что мы делаем то, что он нам говорит делать. Это, думаю, самый лучший подарок нашему отцу. Каждый из нас сегодня пришел, и я думаю, вот каждый из нас что-то принес в своем сердце, и будет возможность сегодня выступить и сказать. И я обычно беру где-то 20 минут о проповеди, я так смотрел. Сегодня я немножко больше возьму, 10 минут еще хочу засвидетельствовать, что было в Мексике, как мы съездили. Потому что видео мы приготовили, но это будет на следующее воскресенье. И мы старались в этом видео сейчас поместить больше, больше движения Духа Святого, больше о том, как Бог касается людей. И даст Бог, что вы это все увидите. Но я хочу просто рассказать то, что, опять же, мы когда начинали ехать, мы удивились, сколько у нас началось быть проблем. И проблемы начались с самого начала, что, я сказал такую шутку, говорю, лукавый возбудил мышей, и съели нашу проводку в автобусе. Все поели, и невозможно было его завести, и мы долго его пытались ремонтировать, мы обращались даже в компанию, она сказала 5 тысяч, другая компания сказала 7 тысяч ремонта. Но у нас таких денег нету, мы бедные миссионеры. И Бог вступился, в последнюю минуту один человек отозвался, и за тысячу нам полностью перепаял там проводку, переделал все, и мы с Божьей милостью взаимели автобус. Но это было только начало наших испытаний. Написано, когда хочешь служить Господу, приготовь душу к искушению. И у нас искушения только начались, мы что не знали. Но вы знаете, в этих всех искушениях нам был Бог, и нам нужен был трейлер. Мы искали трейлер два месяца, мы не хотели большие деньги тратить. И в последнюю минуту мы приехали с одним братом, точно это было от Бога. Мы нашли тот трейлер, который мы хотели, он очень хорошо едет, ровно, и он большой, как мы хотели, но он стоит деньги, и они хотели четыре тысячи за него. Ну, мы начали, конечно, свидетельствовать им о Боге. Они вспомнили, что они тоже христиане, они вспомнили, что их Бог тоже покаял и простил, их сердца расплавились, и они отдали нам за две тысячи, за место четырех. А потом, когда мы им дали деньги, они смотрят друг на друга, говорят, странно, мы даже за три с половиной никому не отдавали, а вам за две отдали. Ну, пока они там разбирались с собой, мы уже уехали, документы забрали. В общем, благословенный трейлер. К трейлеру надо же подсоединить автобус, а нет чем присоединять. Опять же, у нас все деньги уже в Мексике, мы там все накупили. И в последнюю минуту я приезжаю к своему соседу, у меня есть благословенный сосед, я говорю, он говорит, что ты ко мне приехал? У него там траков куча, ремонт. Я говорю, бросай все траки, все ремонты. Бог мне сказал к тебе приехать, чтобы ты мне прицепное приварил. Он, представляете, я как бы шутил, он принял это за истину, но он все дела, траки оставил в сторону и два дня прицеплял прицепное. Ну, я думаю, интересно, сколько он потребует денег? Денег-то нету. Вы знаете, он там так мудро говорит, ну, работа столько-то, запчасти столько-то, там он варил, прицеплял, там. Думаю, ну, сейчас скажет круглую сумму. Он говорит, ноль, ноль денег. Вы знаете, приятно, что Бог был с нами. И когда мы поехали в ту Мексику, было очень много всяких нюансов, потому что даже к Мексике мы подъехали, нас автобус, сломалась ручка от багажа. А в Мексике же надо показать, что мы едем вещи наши показать. Они же там наркотики ищут, там собаки. Мы говорим, ну, Господь, закроем глаза. Мы не можем им открыть наш багаж, показать. Чудный Бог закрыл их нюансы. Они с собаками ходили, там все проверяли. Им совсем Бог закрыл глаза, что там багаж есть и куча всего. Они вообще не заметили. Потом они говорят, документы давай на автобус. Ну, я растерялся, даю им документы на трейлер. Они смотрят, проверяют документы, и в их нюансах трейлер и автобус одинаковые документы. Они же пропустили нас. Ну, мы думаем, ну, вообще, Бог чудный. И глаза закрывает, и делает все, что мы просим. Вы понимаете, там другой момент был. Мы уже так привыкли там жить по благодати, и что Бог нас во всем слушает, что когда сломался автобус, полностью сломался, перестал ехать. Он всю дорогу ломался, там два цилиндра не работало. Мы всю дорогу ремонтировали. Бензина в три раза больше съела, там все. Мы ехали по благодати. Вот-вот заглохнем, вот-вот остановимся. И когда мы все-таки остановились, я смотрю на всех, говорю, братья и сестры, что вы такие радостные? Что вы не переживаете? Я один переживал. Потому что мне надо их всех вернуть в Америку. Я у каждого спросил, говорю, а тебе когда в Америку надо? Ах, никогда. Другой, говорю, тебе может на работу? Да, никогда ничего не надо. Я понял, что наша проблема, им никуда уже не надо. Они все такие радостные, все там общаются. Потому что там был Бог, понимаете? Там было присутствие Бога. Всем было так хорошо, уютно. И когда мы отремонтировали с Божьей милостью автобус, мы нашли там механика самого умного воскресенья. Мы его, конечно, сразу Христа. Он там не совсем верующий был. У него руки, ноги начали стрясти. У нас на автобусе написано «House of prayer». Мы говорим, это наш брат сказал, говорит, это, говорит, дом Божий. Ты, короче, внимательно его ремонтируй. Он там трясся, три часа отремонтировал, сделал. Ну, мы думаем, ну, долларов 300. Даем ему 100, потому что больше уже не осталось. 100 даем. Он назад 50 отдает, руки трясутся. Говорит, а с этих 50 сдачи нет. Мы говорим, а что такое? А стоит, говорит, всего 15 долларов. Мы такие, вау. В следующий раз едем ремонтироваться в Мексику. 5 долларов в час. Лучший механик. В общем, такие дела. Ну, о благодати Божией, конечно, там на видео написано, что мы просто ощущали помазание Божие, даже в том, что нам Бог открывал многого по Слову Божию. И то, что люди плакали, каялись, и присутствие Божие, я не могу описать словами, когда ты видишь, что пред Богом преклоняются все. Все, кто слышит Слово Божие, они преклоняются пред Богом. И лучше я это оставлю на следующей неделе, как, может быть, комментирую, в каких местах мы были. У нас было самое главное три места, это возле госпиталя. Я хочу сказать, возле госпиталя мы молимся, и у нас нужда была, чтобы в госпиталь нас спустили. В один госпиталь, там, где раковые больные, меня впустили, но только одного человека с переводчиком, и мы ходили, молились за раковых больных. А в другом месте мы хотели тоже, там не впускают в госпиталя. Но за нами смотрел журналист этого госпиталя, мы же не знали. И мы молились, Дух Святой взял нас в удел, много людей подходило молиться, и Дух Святой открывал их проблемы. Вот примерно так, вот я скажу в двух словах, что приходит отец, муж, жена и ребенок, они говорят, помолись о ребенке. А мне такое побуждение, я говорю, а Бог говорит, молиться о тебе, у тебя проблема с пьянством. Он начал плакать. Я же не знал, что я прям в точку, знаете, другие подходят. Точно так же, Бог открывал проблемы людей. Мне никогда такого не было, я даже не знал, что Бог так хочет открывать. Но когда открывал, этот журналист, он просто стоял в оцепенении, все снимал, и подошел ко мне, пожал руку, говорит, в следующий раз, когда ты будешь, я тебе обещаю, ты уже не будешь проповедовать возле госпиталя, ты будешь проповедовать в госпитале, и будешь ходить молиться в госпитале. И вы знаете, он свое слово исполнил. Сейчас наша группа, которая следующая за нами поехала с другого штата, с Техаса, они мне позвонили, такие радостные, говорят, Питер, ты пробил дорогу, говорит, уже нас в госпиталь впустили. Они уже молятся о больных в госпитале. Они уже там внутри. И это большая слава Господу. Я просто говорю, что Бог давал бапеды и в многих местах, и в центре города. Я просил вас молиться, потому что мы каждый раз едем, мы становимся умнее, мы уже знаем, где больше нужно Бога. И вот в центре города был один такой момент, что когда я проповедовал в центре города, я потерял всех, кто меня слушал. Потому что началась драка, слева начались разборки, какая-то банда на банду, драка, полиция. И всех, кто кто-то меня слушал, уже перестали меня слушать, начали смотреть за этой дракой. И я такой думаю, Господь может перестать проповедовать, может все зря. А Бог говорит, продолжай. Вы знаете, я начал продолжать. Я же не знал, что рядом возле меня пришли служители церкви, молитвенники, группа прославления местная продерживала нас, потому что нас уже знают, нас ждут. И когда мы дальше начали проповедовать, такая слава, сила Духа Святого сошла, что люди начали падать и начали бесы из них выходить. И это просто я раньше видел, но я никогда не видел вот тут реально. Просто слава Богу, что Бог сошел в великой силе. Даже тогда мы думали, что его там нет и может быть в этот раз не придет. Он был верен и приходил. Если мне вот кто-то говорит, что может давай начинай ехать в другую часть мира, в другое место. Я вам скажу, что я еще больше и больше уверен, что нам Бог дал именно это место. Там очень много проблем. Мы ходили в церкви, там нет, церкви расширились. Пришли в одно место, раньше было там 20 детей, посмотрим сейчас 60 детей у них уже. Церковь три раза выросла, даже за последний год. И они стены передвинули, но им не хватило денег на потолок. У них просто балки, у них нет железа покрыть. В другом месте тоже церковь, крыша течет. Там такие районы, очень бедные, нищие. А церкви растут. Что нам оставлять этих людей без поддержки, что нам без молитвы, без внимания. Я думаю, что мы можем им помочь. Это в наших силах. Ну, это часть. Я думаю, вам понравилось, что Бог живой и действует. Да? Аминь. Теперь продолжим следующее. Я хочу просто напомнить то, что нам Бог открыл там. Мы ведем разбор слова, мы внимательно изучаем. Особенно наша задача сделать нас всех проповедниками Евангелия. Евангелие – это добрая весть. И мы там смотрим в оригинал, и в греческий, и в еврейт. Мы все стараемся изучать более подробно, более внимательно. У нас там есть время. И мне самое понравилось, что я всегда смотрю в одно место, где написано, Петр, любишь ли ты меня? И я Петр, и мне очень важно себя проверять, люблю ли я Господа. Я знаю, что Он меня любит, но вот мне всегда хочется знать, люблю ли я Его. И я этот раз узнал, что я раньше думал, что Петр – это камень. Я такой представлял, что я такой большой камень. Но когда я начал изучать Писание, оказался я маленький камешек. И, оказывается, не Петр, а Петрос. Когда Христос обращался к Петру, Он говорил, Петрос – маленький камешек. И из таких камней, большой Петро, в другом месте Петро, я построю церковь. То есть, маленький камешек, будет большая гора камней. Петро – это большой камень, а Петрос – это маленький. То есть, Христос, когда обращался к Петру, Он говорил, Петрос – маленький камешек. Из таких камешков я построю большой церковь, большой камень. И мне приятно, что написано, чем более ты велик, тем более смиряйся. И, знаете, такое поражение, был большим камнем, стал маленьким. Ну, слава Господу, хоть все равно камень, хоть и маленький. Но это очень важно в Мексике, потому что у них неправильный перевод, и они Петра возвеличивают, говорят, Святой Петр, там, они думают, что на нем церковь построена. Но Христос говорил, что из этих камней построит церковь. Другое значение, вы знаете. И очень важно знать эти мелочи, детали, потому что Бог, когда пришел на эту землю, Он все мелочи уточнял, Он все очень делал по Писанию. И нам, если мы хотим подражать нашему Господу, нам нужно все по Писанию, нам очень нужно все правильно, достоверно изучать, говорить. И почему это нужно? Потому что, когда мы говорим истину, приходит сила Божия. Почему нам нужно так глубоко копать? Почему нам нужно так много говорить о таких, как бы сказать, очень маловажных вещах? Потому что наш Иисус Христос, Он так же делал. Во-первых, Он был Царь. Вы знаете, что наш Христос, Он Царь. Его пытались назвать пророком. Он когда спрашивал, говорит, кого за меня считают? Они говорят, ну, пророком, ну, и там, и Иоанном, и еще кем-то. Он говорит, а кем вы меня считаете? Он говорит, ты Иисус, Сын Божий, ты Царь. Вот это было важно Ему. И когда Христа взяли, вы помните, что Он даже не отвечал людям, вот этим всем, которые взяли Его, чтобы осуждать. Он даже их не слушал и не отвечал им. Почему? Потому что Он Царь, и Он должен был предстать предистинным судом, а не тем, что они хотели Его судить. И когда привели Его к Пилату, с Пилатом Он начал разговаривать. Пилат Ему сразу сказал, говорит, у меня есть власть, отпустить тебя или убить. Он говорит, если бы тебе свыше не дана была власть, ничего не было, а ты, говорит, царь. Он говорит, да, царь. Пилат сразу испугался. Пилат понял, что перед Ним Царь. И Он говорит, Мое Царство не от мира сего. И Пилат понял, и Он не захотел Его предавать смерти, понимаете, потому что очень важно, мы должны знать, что наш Иисус Христос, Он Царь. Это важно знать, потому что многие считают, ну, Он пророк, даже вот эти, кто Мухаммеду верит, считают Его пророком, но это не так. Он наш Царь. А мы кто? Мы христиане, мы это Его правительство. Вы знаете, Церковь, Инглезия, это перевод правительства на этой земле, но не от мира сего. Вы знаете, мы не такое правительство, как вот у нас есть, мы сейчас в Америке, и есть такое правление, как президент, и Он выбирает себе, не Он выбирает, а люди выбирают Ему помощников. У нас по-другому. Царь выбирает сам себе. Царь выбирает сам себе, тех, которые будут Ему помогать. И тех, кого Он выбрал, они не должны там решать, правильно Царь делает, неправильно, они точно должны исполнять волю Царя и утверждать Его Царство. Именно для этого нас Бог избрал здесь. Мы должны исполнять волю нашего Царя и утверждать Его Царство. Не так, как парламент. Он может сказать, вот президент не то делает, мы можем там перезбрать его, можем так по-другому делать. Нет. У нас истинный Царь. И мы должны помнить, что Он нам говорит, что делать, и мы здесь, чтобы утверждать Его Царство. И если Он нам сказал ехать в Мексику, молиться за там больных, за нищих, за несчастных, мы что должны? Мы должны делать. Если Он нам сказал дать деньги туда, мы делаем. Почему? Потому что Он наш Царь. И мы должны делать не свою волю, но Его, и утверждать Его Царство. И я хотел просто немножко об этом поговорить дальше. Мы говорили там о воскресении. Мы знаем, что воскресение это самое главное. Павел говорит, что если бы не было воскресения, мы до сих пор бы во грехах. Мы должны помнить, что именно за счет воскресения наши грехи были прощены. Он воскрес для нашего оправдания. Если бы Он не воскрес, мы бы до сих пор оставались во грехах. И очень важные моменты воскресения. Вы знаете, я для себя лично открыл такой интересный момент воскресения. И мы там об этом говорили, что Христос, Он говорит, Я есть воскресение. Он говорил про себя. И говорит, верующий в Меня, если даже умрет, то воскреснет. И мы знаем, что на небе нас будут называть как? Дети воскресения. Христос когда говорил, что как там на небе, написано, что там мы будем равны ангелам, и нас будут называть Дети воскресения. То есть я очень рад, что наш Христос это воскресение, а мы Его дети. И у нас, мы уже знаем наше название. И мне очень нравится, что размышлять о небесном. И вы знаете, одну деталь о небесном мы иногда часто забываем. Сегодня я хочу просто напомнить эту деталь. Деталь воскресения. Вы знаете, когда Христос воскрес, произошло очень интересно все, потому что Он воскрес, и даже тем, Он, во-первых, говорил о своем воскресении. Он все поступал по Слову Божию, и Он утверждал, что Он воскреснет. Он этого не скрывал, Он всем говорил. И помните, что те, кто Его распяли, они очень об этом беспокоились. И они сказали такие слова, этот, говорит, обманщик, еще будучи жив, сказал, что Он на третий день воскреснет. Давайте поставим стражу. Они поставили стражу, и когда воскресение, Он воскрес, что они сделали? Они заплатили этой страже, чтобы никто не знал о воскресении. Но наш Христос, Он являлся в один момент более 500 людей, вообще около 2000 людей, 40 дней, Он являлся людям, подтверждать, что Он воскрес, Он показывал Себя людям, Он показывал свои раны, они были уверены, что это Он. И это было очень важно. И мы должны знать, если мы проповедуем Евангелие, оно состоит из пяти вещей, очень важных. Потому что сегодня, вот я слышу, очень много говорится просто о первой части, что Он умер, и что мы теперь, наши грехи прощены. Да, это так, но это только часть, часть проповеди Евангелия. Мы должны проповедовать полное Евангелие. Богу это очень важно, полное Евангелие. Написано в последнее время, истину принимать не будут. Будут часть какую-то проповедовать, скрывать какие-то вещи. Почему? Потому что они имеют силу. Написано в последнее время, силы, суть отрекшиеся. Как люди отрекаться будут от силы? Они будут убирать часть истины. Если ты не всю истину говоришь, силы не будет. Поэтому нам очень важно, если мы куда-то едем, в какую-то страну, если мы проповедуем нашим соседям, мы должны говорить все, что нужно. И очень важно этих пять моментов. То, что он умер, что он был погребен. Есть очень много важных моментов о его погреблении, как он погребен. Все было по Писанию. Он это все исполнял по Писанию. Понимаете, одна из частей, это то, что он делал все по Писанию. Он все по Писанию делал. Даже погребление было по Писанию. Поэтому мы должны говорить, как оно было по Писанию. Он воскрес. Он, это все части мы должны открывать людям. Потому что сегодня мало о воскресении говорится. Может быть, раз в год люди вспоминают, и то стараются каких-то бани, какие-то яички показать. Что-то какое-то странное, неудобное, вразумительное, непонятное, вообще ничем, близкое к воскресении Христа, незначимое. Почему сатана это придумал? Чтобы отвлечь внимание от воскресения. Потому что воскресение – это очень важный момент. И вот в один из важных моментов воскресения я сегодня хочу подчеркнуть. Я считаю, что это очень-очень важный момент, о котором я лично никогда не слышал. И говорится такие слова. Я хочу прочитать Иоанна. Иоанна, 20 глава, 11 стишок. Написано, что Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, поклонилась в гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих. Одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавшись, «Е», обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думала, что это садовник. Говорит ему, «Господин, где ты вынес его? Скажи мне, где ты положил его? И я возьму его». Иисус ей говорит, «Мария». Она обрадовалась, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне». Вот это важные слова. Иисус ей говорит такую вещь. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу моему. И иди к братьям мои и скажи им, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Вот это очень важный момент. Представьте, Христос уже воскрес, но Он говорит, «Мария, не прикасайся ко мне». Почему? Ему нужно было что-то сделать. Что Ему нужно было сделать? Он говорит, «Мне нужно пойти к Отцу. Мне нужно пойти и твоему Отцу, и Богу моему, и Богу вашему». Ему нужно было увидеть Отца. Зачем? Многие сегодня скрывают, зачем Ему нужно было видеть Отца. И я хочу просто зачитать Библию. Знаете, не хочется ничего своего, своих размышлений. Просто Библию, что говорит Библия, зачем Он ходил к Отцу. Я очень часто читал это место, я думаю, вы тоже читали, но не обращал как-то внимания. Поэтому я хочу прочитать для всех нас это «Евреям 9.24». Это очень важный момент, потому что Он все делал как нужно. Мы знаем, что это говорится евреям, говорится о том, что Он наш, Христос, я зачитаю, Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное. «Но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Тут говорит апостол Павел такие же самые слова, что Христос, Он пошел не там, где скиния была рукотворенная. Помните, что скиния – это было подобие небесного. Оказывается, на небе тоже есть скиния, но только истинная скиния. Ему нужно было прийти к Отцу на ту скинию. Зачем? И написано, не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит в освятилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. То есть, на небе он прокопролил свою кровь на святое место, и Отец принял это. И в этот момент пришло прощение грехов. Вот это тот момент, где пришло наше оправдание. Вот это та цена Голгофа, на которой он страдал, на которой он мучился. Это все время, как раз это тот кумбинационный момент, где пришло прощение грехов, где Бог принял жертву. Об этом нужно говорить, об этом нужно рассказывать. Почему? Потому что Писание об этом говорит. Это нужно людям говорить, потому что люди должны знать эти все детали. Когда мы пойдем на небо, мы увидим это место. Мы увидим, и тогда нам будет очень приятно, что мы уже знали на земле, что есть там такое место на небе. Это еще какая-то небольшая часть откровения для нас, но это важно. Важно думать о небесном. Важно знать, как оно там расположено. И важно знать, что он, будучи Сыном Божьим, он всегда имел просто надежду, что Бог простит, Бог примет. И этот момент очень важный, что именно там, на небе, он принял. Он принял эту кровь, он принял Христа страдания. И там с того момента пришло наше оправдание. Вы знаете, когда мы это утверждали, когда мы говорили в Мексике, сходила сила, сходило присутствие Божия, потому что Бог всегда подтверждает истину свою. И было приятно говорить об этом. И много можно было еще говорить, что нам Бог открывал и как, что мы делали. Но я думаю, в следующий раз будет больше времени. Давайте сейчас помолимся просто, чтобы эта сила, эта истина закрепилась в нашем внутреннем человеке. Что когда мы будем проповедовать, мы будем проповедовать полное Евангелие. Что мы будем очень внимательно как бы сказать к мелочам. Потому что Христос очень внимательно относился ко всему. И Он сказал, я ничего не делал, только то, что написано. Я ничего не делал, только то, что мне Отец говорил. И если мы дети Божьи, если мы у нас Небесный Отец, мы должны так же само жить в нашей жизни и так же само все говорить по Писанию. И тогда с нами будет сила, и тогда мы будем делать дела Божьи и видеть Его чудеса. Да благословит нас Господь.